Как сообщил сегодня Государственный комитет СССР по статистике, на 24 августа зерновые без кукурузы скошены на площади около 64 миллионов гектаров, что составляет 59% посевов. Обмолот произведен почти на 54 миллионах гектаров. В целом по стране сейные и естественные травы скошены более чем на 75 миллионах гектаров. Сено заготовлено свыше 69 миллионов тонн, что превышает уровень прошлого года. Сегодня земледельцы Ростовской области ведут продажу зерна государству в счет третьего миллиона тонн. Успешно справились с первой заповедью многие колхозы и совхозы Сальского, Зимовниковского, Азовского, Зерноградского, Орговского, Пролетарского и Тарасовского районов. Сейчас они ведут сверхплановую реализацию зерна. В этих районах большое внимание уделили интенсивной технологии возделывания зерновых колоссовых, что позволило выстоять в сложных погодных условиях. И все же хлеб выращен хороший. Урожайность в целом по области превосходит предыдущие годы. Сейчас одна задача. Все выращенное сохранить. Центр работ с полей перешел на такая элеватор, которая работает круглосуточно. Тысячи тонн зерна отправляет ежедневно в центр страны по железной дороге и судами Волгодонского речного пароходства коллектив Ростовского элеватора. Для того, чтобы вести загрузку судов независимо от погоды, здесь оборудовали погрузочные устройства дополнительными рукавами. Казалось бы, небольшая рационализация, но она позволяет избежать простоев, сберечь десятки центнеров зерна. В эти минуты, когда вы смотрите репортаж, теплоход Ярцева взял курс на Кинишму. Жатва ранних колоссовых в Ростовской области завершается. Хлеборобы Дона ставят задачу выполнить народно-хозяйственный план и поставить государству 3 миллиона 100 тысяч тонн зерна. На поля заедет хороший урожай кукурузы на зерно сорга, проса, риса. Продажа зерна государству продолжается.